Здравствуйте, Александр! Первый к вам вопрос. У вас вышел новый клип. Расскажите о его основной идее и будут ли сниматься еще какие-либо клипы на песне с новым альбомом. Ну, в основной идее там, в принципе, должна быть понятна. Старались так, чтобы доступно было. На самом деле, клип, ну, фактически, это не то, что мне близко, но я пытался, как сказать, раскрыть идею эскапизма, ну, бегство от реальности, от действительности, потому что я многих людей знал, там, и близких мне людей, и сейчас такие люди есть. И каждый человек в жизни проходит такой период, когда вот все вокруг начинает дико напрягать, расстраивать, это какая-то мизантропия накрывает, не хочешь видеть людей. Ну, это, в принципе, конечно, тема подростковая, ну, не знаю, я буквально в то время, когда песню писал, через этот период тоже проходил как-то, вот, и я хотел описать человека, что им движет, вот, ну, применив, как бы, художественный прием, чтобы люди, они улетают. То есть, и для этого не нужно фактически отращивать крылья, а человек, вот, ну, летает, то есть, вот, он выходит отсюда и ушел, то есть, его все бесит, раздражает, тем более, что, ну, мир нам дает к этому постоянные поводы, ведь не нужно сильно напрягаться, чтобы увидеть вокруг, особенно в плохую погоду, я не знаю, там, да, и какое-нибудь напряженное дерьмо, вот, вокруг все плохо, все, все плохо. И вот он взял и улетел, то есть, это вот, это ему дала силу, его боль. То есть, здесь, конечно, если совсем в крайности рассматривать, это, конечно, абсолютно суицидальная тема, да, вот, но я не хотел к такому жесткачу прибегать, вот. Ну, а в клипе мы просто немного это обыграли, да, то есть, я там человек, который движимая этой идеей, просто хожу по городу, роняю наушники, в которых вот это вот тебя доводит до крайности, и парень подбирает их, слушает, понимает, что я прав, и улетает, там, ну, как бы, так. Ну, в общем, ну, первый клип, что называется, я там сценарий писал и все остальное, ну, будем еще снимать, конечно, по возможности, там, денег стоит, будут деньги, снимем, конечно, то есть, песни мы стараемся такие писать, с каким-нибудь посылом, то есть, по идее, воспроизвести на видео это можно. Будем снимать, да, конечно. Ну, в ближайшее время, я думаю, вряд ли, а, ну, может быть, осенью снимем еще один. Есть песня уже, кандидат хороший, тоже там, на хорошую тему. Спасибо. Следующий вопрос, ну, не знаю, может быть, немножко провокационный, не знаю. Как Вы думаете, удалось группе, как самостоятельному коллективу, закрепиться уже на российской сцене, без оглядки на прошлое? Ну, во-первых, вопрос не то, что провокационный, но он пока немного бессмысленный. То есть, надо понимать, у нас сегодня фактически первое выступление, да, то есть, прощальный тур, в котором мы выступали еще как король и шут, он в счет не идет, потому что, ну, мы играли материал король и шут, мы прощались с королем и шутом, мы были король и шут, и, как бы, надо понимать, что там и народ, и мы в зале. Над нами, над всем, естественно, незримо витал Миха. То есть, сейчас вот это первое наше выступление, как самостоятельный коллектив, понятно, мы там нервничаем, переживаем, да, ну, судить о том, закрепились мы или нет. Единственное, что можно сказать, что, ну, по-прежнему есть какие-то люди, там, ну, их приличное количество, которые нас помнят, знают, ну, просто в группе король и шут много лет, да, и они просто будут там хотя бы там слушать нас просто потому, что, ну, вот, по-человечески нас любят. А уж как музыкальный материал, что там это как народ примет, это уж покажет время. То есть, я пока не готов ответить это. Пока это вилл им по воде. Ну, мы будем надеяться, что все будет хорошо, и что сегодняшнее ваше выступление пройдет отлично. Стали появляться города, первые в вашем туре, собственно, да. Известно ли, в каком городе и какого числа он закончится? Нет, сейчас тур в стадии формирования фактически. Вот, я, честно говоря, даже не заглядываю, то есть, у меня сейчас не до того, у меня там активная стадия написания материала, стихи я пишу долго и муторно, у меня это, как бы, я там по 10 раз все переделываю, и мне сейчас следить еще за там, за туром. То есть, этим занимается там директор у нас Паша Клинов, то есть, он профессионал, я ему в этом плане доверяю. Они там в наши дела не лезут, я в их дела не лезу, вот и все. Вот, ну, какие-то города, я там помню, что да, что есть. Ну, просто где-то в контакт заходишь, там люди пишут, о, там круто, к нам Северный флот приезжай. То есть, я понимаю, что там, например, вот в Челябинске мы там будем играть еще где-то, еще где-то. А так я, ну, не смотрю, то есть, ближе к осени. То есть, мое дело сейчас материал делать, репетировать там с ребятами, это все, и я не отслежу. Еще о концертах немного. 22 ноября в клубе «Космонавт» вы будете исполнять вот только новый материал или какие-то старые, может быть, песни именно вот из репертуара «Короля и Штань» или только вот новые? Ну, конечно же, не только новый материал. Это априори невозможно. Ну, здесь надо понимать, что есть часть публики, даже которая находит странным сейчас то, что мы будем играть песни «Короля и Штань». Ну, я с этим уже сталкивался, а они, если покопавшись в себе, вот, они найдут ответ на вопрос, они придут на концерт, они захотят слышать что-то. Ну, это надо, надо, надо уважать. Надо уважать то, что мы хотим это играть. Понятно, что мы в данный момент будем дичайше ограничены в этом, да? Во-первых, потому что там 99% песен, ну, это Миха пел, да? И как бы я там ни старался, никогда в жизни мне не получится так хорошо. Вот. Но есть какие-то песни, например, «Быстрого плана», то есть которые укладываются в нашу сегодняшнюю концепцию, мы там немножко утяжеляем сейчас новый альбом. Вот. И в написании которых я там принимал конкретное участие, да, там, как соавтор музыки, например, ну, я не знаю, там, там, песня, там, «Исповедь вампира», там, не знаю, вот такого плана, да? То есть вот их, конечно, будем играть. Вот, однозначно. Плюс мы будем играть некоторые номера ТОДы, будем играть. Ну, основной, конечно, будет новый материал, но мы просто не можем, не хотим, не имеем права и не будем ограничиваться только им. Ну, естественно, будем играть что-то из «Король и шут». Это, мы считаем, будет вполне круто. Ну, и последний вопрос. Вам немножко времени осталось перед выходом на сцену здесь, на Next Generation. Скажите, пожалуйста, вот какой посыл сегодня будете давать публике? Ну, понимаете, сегодня сложно будет мне выйти как матерому зубру, да, и рассчитывать только на то, что та информация, которую я своими песнями доношу, она вызовет какой-то отклик в душе. То есть сегодня первая битва, и здесь, наверное, не главное быть самым крутым, а главное, по крайней мере, всем показать, что команда наша живая, что мы по-прежнему на коне, скажем так, списывать нас рано в утиль. Вот. Будем просто стараться играть погромче и получше. Вот и все. И плюс, как бы, ну, для меня лично действительно, там, я не знаю, как парень, но для меня там большая честь играть там сегодня на одной сцене с Off-Fly, с Korn, особенно с Off-Fly, потому что Кавалера, там, это один из трех величайших там людей, да, гитаристов, лидеров, которые на меня еще подростка оказали там вообще какое-то совершенно неоценимое влияние. То есть, да, это, ну, я могу с уверенностью говорить, что это, ну, абсолютнейший кумир моей юности, да, и сейчас он не потерял этого статуса, вот, и для меня это большая честь. То есть, это большой профессионал этого, и группа Korn большие профессионалы. То есть, ну, вот именно поэтому, там, да, я даже буду меньше думать о том, как меня принимает народ, чем буду думать о том, чтобы соответствовать уровню этой сцены сегодня. Вот, ну, пожалуй, с этими мыслями я на сцену и буду выходить. Спасибо, желаем вам удачного первого выступления. Северный флот специально для рок-портала «Эквилибриум». Редактор субтитров А.Семкин